Блумберг посчитал, что торговая война между США и Китаем уменьшит объем мирового ВВП на 600 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что даже если странам удастся договориться, их экономики ждет замедление от двух десятых до полупроцента за два года. Это же приведет к падению мирового производства. Сербия привела армию в полную боеготовность. В северных районах Косово массовые аресты проживающих там сербов, якобы в рамках рейда против контрабандистов. Накануне сербский президент Вучич признал, что Белград потерял всякий контроль над Косово. Идут переговоры о слиянии автоконцернов Рено и Фиат Крайслер. Таким образом, владельцы компаний хотят сэкономить 5,5 миллиардов долларов в год и стать третьим по величине автопроизводителем. Работники уже готовятся к массовым увольнениям. Большая часть сокращений придется на европейские заводы. В России Рено – совладелец автоваза. В день выборов в Европарламент Фейсбук заблокировал группу «Желтые жилеты», в которой 350 тысяч участников. Многие связывают это со встречей Макрона и Цукерберга в начале мая. Сами участники движения накануне дня голосования посетили мемориал расстрелянным коммунарам в Париже. Каждый четвертый житель России экономит на еде. Такие данные публикует Коммерсант. С прошлого года эта цифра выросла на 7%. Росстат подтверждает, половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Правительство обещает, что к 2024 году в России станет вдвое меньше бедных. Авиакомпании просят проверить «Суперджет» на соответствие требованиям безопасности после катастрофы в Шереметьево. У Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта вопросы к защите от поражения молнии, прочности шасси и крыльев, а также к качеству обучения пилотов. Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с США. По его словам, для НАСА освоение Луны – это не престиж, а долговременный приоритет. Недавно Трамп выделил НАСА полтора миллиарда долларов на лунную программу. Объединенная же Ракетно-космическая корпорация осваивает выпуск медоборудования и разрабатывает беспилотный трамвай. На Украине тем временем разработали полностью собственный ракетный двигатель, которым планируют заменить российский РД-171. Правда, на испытания и производство пока денег нет. Правительство выделит 21 миллиард рублей на спасение банкротящегося завода микроэлектроники «Ангстрэм-Т». Ранее зеленоградскому предприятию дали 4,5 миллиарда на зарплаты сотрудникам. Рассчитывают, что денежные вливания позволят через пять лет производить электронику по технологии от 250 до 90 нанометров. Это уровень середины 90-х годов. В Китае показали поезд на магнитной подушке, который способен развивать скорость 600 км в час. Из Пекина до Шанхая такой состав доедет всего за 3,5 часа. Эксплуатацию планируют начать через два года. Руководство КАМАЗа отказалось от выплаты дивидендов акционерам. За прошлый год прибыль компании сократилась вдвое. Деньги решено отложить в резервный фонд. Аналогичное решение приняли Россети. В России изменились правила обязательного медицинского страхования. Будет усилено профилактическое направление. В ближайшие два года проведут всеобщую диспансеризацию. Страховые компании теперь обязаны помогать гражданам. Например, в случае, если пациент сомневается в качестве лечения. На станции ШИЭС продолжаются строительные работы и столкновения между охранниками и местными жителями. В соцсетях появились фотографии, из которых видно, что ситуация не изменилась. Несмотря на обещание Путина поговорить с губернаторами Московской и Архангельской областей. Сообщается о нескольких пострадавших. Жители Санкт-Петербурга протестуют против строительства храма в Южно-Приморском парке. Территорию уже обнесли забором. Несколько десятков человек требуют сохранить парк и собирают подписи. Полиции на месте пока не замечено. На западе Москвы, в районе Очакова-Матвеевская, полиция разогнала местных жителей, которые протестуют против строительства многоэтажки, тоже вместо сквера. Есть пострадавшие, несколько человек задержаны. Дом хотят строить в рамках программы реновации. В бедных странах неравенство делает людей более счастливыми. К такому парадоксальному выводу пришел экономист из Института диалог цивилизаций, основанного экс-главой РЖД Якуниным. Как утверждает эксперт, в богатых странах неравенство действительно является причиной несчастья. А вот в менее развитых на миллиардеров смотрят как на пример для подражания. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...